МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Добрый день. Выконание городского бюджета и пытание пожарной безопасности сегодня обмерковывались на посяжении Гомельского гарвы Канкама. Про выники деяностей у окресенных на прамках в первом квартале 2016 года доведались наши корреспонденты. Податки, дивиденды по акциях и арендные выплаты у САУГЭТа в первом квартале 2016 года пополняла бюджет по загаде в изначенном плане. Огольная сумма доходов склала омаль 760 миллиардов рублей. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 22,7%, что выше доходной части бюджета. Соответственно, бюджету приходилось изыскивать дополнительные источники. Был взят кредит в вышестоящем бюджете со сроком погашения в апреле месяце. Кроме того, передвинута дотация республиканского бюджета с четвертого квартала на первый квартал. Все эти меры позволили профинансировать заработную плату, коммунальные платежи бюджетных учреждений в полном объеме, медикаменты, изделия медицинского назначения. На парадок дня так само было вынесено широк пытание у пожарной безопасности. Дадены охудшили специалисты городского отдела по надзвучайных ситуациях. По их словах, записший квартал, в этого года отбылось снижение колькости пожаров на 25%. Колькость загинувших на их скоротилась у двоя. И это один из лучших показчиков Украины. По пожарам делим первое место, по удельному количеству пожаров с Минском. И по гибели с Минском также делим второе место. Естественно, это результат совместной профилактической работы всех субъектов профилактики правонарушений, в том числе и посредством работы смотровых комиссий. Сергей Дямидов поведомил и обстание охолных сбудований. На территории Гомеля 210 подобных объектов. Их утромание на постоянном контроле. Засабливая отказность до этого пытания ставится на буйных промысловых предприемствах. Таких, как химичный завод Гомель Энерго Гомсельмаш. Разом с тем, частка организации по вынеках опошных проверок отрымала оценку обмежавана готовые. Планы по ликвидации помылок зацвечены. Их реализация уже идет. Ганна Ковалева, Дмитрий, Радиан Котеля, Радио Компания Гомель. А напереды дни информационная группа Гомельского гарвы Канкама на чале с его старшиней Пятром Кирыченком наведала завод «Летя и нормалев». Спочатку удельники мероприемства ознайомилися с вытворчим процессом и досягнутыми выниками. А после сустрелись с прационным коллективом. Гомельский завод «Летя и нормалев», где зараз працует больше, чем 4 тысячи человек, вырабляет материалы для вытворчасти комбайнов. Предприемство выходит в состав вытворчего объединения «Гомсельмаш», куда накировывается 70% вырабляемой продукции. Экономичные показчики предприемства взаимозалежные. Один из наибуйнейших вытворцев сельскохозяйственной техники зараз переживает пыльные проблемы с реализацией. Тому и на злине ситуация складанная. Однако шляхи ее выправление есть. Кировничество предприемства связывает надеи с новой линией по формации литых заготовок. Запуск запланован на лето этого года. Это позволит повеличить объемы вытворчасти и экспорту. А главное – снизить залежность от «Гомсельмаша» прикладно удвоя. Злин станет менее зависимый от конъюнктуры цен и вообще от того, как, насколько успешно «Гомсельмаш» реализует свою продукцию. Нельзя говорить о том, что выйдет в свободное плавание, но эта зависимость, она все-таки намного уменьшится. Это позволит предприятию уже по итогам года выйти на 100% по объемам производства к прошлому году. То есть, ну, значительно не только свои качественные, но и объемные показатели улучшить. Сустреша с прационным коллективом отрималась корыстная для обо двух боков. Работники завода отримали информацию о перспективах развития областного центра и выказали свои пропанулы. У свою чаргу старшиня Гарвы Конкама Петр Кириченко доведусь о проблемах, которые хвалюют людей. Такие встречи очень нужны, потому что непосредственная близость к работникам города, которые составляют немалую часть работники нашего предприятия, она позволяет как бы ближе людям увидеть руководство города, непосредственно задать вопросы интересующие живо их. Информация очень донесена, так сказать, доступна, все вопросы уточнены. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Субботние телефонные линии мясовых органов Улады протягивают свою работу. Завтра питание можно задать наместнику старшине Аблвы Конкама Олегу Михайловичу Пачинку. Прамая линия будет работать с 9 ранец до 12 годин. Номер телефона у «Гомели» 75 12 37. У гэты счастна пытанье «Гомельчан» откажен наместник старшине Гарвы Конкама Сергей Анатольевич Радзюк. Отримать отказы можно по номеру телефона 75 18 54. У некоторых магазинах региона уже заявились новые ценники с параллельным указанием сегодняшних цен и тых, что будут денежать после динаминации. Гэта распроджение Министерства гандлю. Такую работу не позднее за 1 червеня повинны провести усе объекты гандлю и громадского харчаванья. Каблюдзе психологична паспелі призвучается до новых цен. Нагадаем, у нашей краэні у Липіні буде проведена денаминация. Уже третья за історию Беларусі. Пасля селітня беларускі рубель пазбавіцца 4 нулёв. Найдробнейшая зараз банкнота 100 рублёв буде заменена на одну копейку. Усягож у звороті з'явіцца 7 номіналів банкнот і 8 монет. Пад час параллельного звороту двох видів грошовых знаків, а гэта сперша галіпеня і до конца года, усе суб'єкты господарыння будуть обовязані указываць 2 цаны. Дарэч і розныя гроші будуть одначасово знаходзіцца у звороті до конца селітнього снежня. С 1 іюля 2016 року в обращение поступять денежні знаки образа 2009 року. Це говорить о том, що к динаминації в нашій країні готовились вже давно. Але з економічної точки зріння її цілесообразність появилась тільки в 2016 році. Сигналом проведення деноминації є стабілізація курсу національної валюти, пониження ставок на денежному ринку, а також сниження темпов інфляції. Тільки в цьому вігоди від проведення динаминації будуть выше соответствуючих затрат. Що тачиться дизайну купюр і монет, концепція відповідає девізу «Моя країна – Беларусь». Кожна банкнота присвячена одній з областей і городу Мінську. Сьогодні означається «Сусвітний день культуры». З мэтай познайомить гамельчан з халонами накерунками развиття беларускай інструментальній школы у Гумілі стартовав новий проєкт симфонічной музыки. Ё натримаў назву «Цыкл концертаў. Нашы традицыі». Проєкт падзеліны на пяць тематышных частак і будзе жыцявляцца на працягу двух месіццаў. Нашы корэспондэнты наведалі концерт пад назвай «Габой Вівальді». Гумілські симфонічны аркестр і яху галуна дырыжор Мурада Суіл зрабілі ўсё, каб класічная музыка скарыла навад самых заузятых скептыкаў. Выконывалі класіку лепшыя музыканты Сусвітнага узровню. Сярод їх – болгарин Павіл Мініў, соліст московской філармонії. Яху яшчы называць сучасным паганінім, на што ён каже – просто здольны добра і граць. Разные врімя был разным. Шось лет был будущим паганіні. Батом стал... В Америкі стал ошеламляючым, экзайтинг паганіні. Но ўже болі десяти лет – современным. Концерт з знаёмю і створчыстю прызнанага ў Беларусі замяжуў габаіста, выкладшыка Республіканскага музычнага каледжа пры Беларускай дзержавной акадэміі музыкі Сяргея Тумаркіна. Наступнае сустрэча падназвай «Вялікі арамантыкі фортепіяна» запланована на 20-е красавіка. На следующей неделе ўже приедут піанисты. Класс Владимира Николаевича Нехаэнка. Будет первый концерт Рахманінова, первый концерт Листа. Заключительный концерт будет 13 мая. У нас впервые на одной сцене будуть сидеть эстрадно-духовой оркестр і симфонічаскі. Людміла Чарнецкая, Вікторія Шумак, Михаїл Рабкоў, телерадиокампанія «Гоміль». Нашы глядачы по пятницах чакаюць размінку для разумных і знаходливых. Чарговый выпуск Вікторины для школьніков «Эредит-пятёрка» сёння 18.55 на телеканалі «Беларусь-3». Пад прыглядым телекаміры відомага знатака Леонида Клімовіча, школьнікі Гомільщаны шліфуюць отрыманые за партами веды ўже шосты сезон. Веды доступныя кожному, а в учоба привабны працэс. Сгарджаюць ўдзельнікі інтэлектуальнага паэдынка і запрашаюць пераканацца ўгэтым. Сёння ў «Эредит-пятёрце» саустрэнуцца 10-класнікі з Центра творчасті Чыгуночнага района і 36-й гімназіі Гоміля. Глядзіця новый выпуск Вікторины для школьнікаў на телеканалі «Беларусь-3» сёння 18.55. Гэте і іншыя новіны вы можете знайсті на нашым сайці ў інтернеті. Па адрэсі www.tvrgomil.by. Нагэтым выпуск завершаны. Дякую за увагу і да новых сустрэчу эфіры. Дякую за перегляд!